Всем привет! Вы на канале Апнеа Горький, и в этом видео мы хотим показать нарок известного спортсмена из Мексики, Пепе Сальцедо, и к чему приводит пренебрежение глупиной и дополнительное движение под водой. Вы все сами увидите через несколько минут. Пока давайте я вам расскажу вообще о Пепе. Пепе это известный фридайвер, скандалист и выпендрежник, который очень любит привлекать к себе внимание, хотя он и является хорошим спортсменом, ныряет достаточно хорошо, но вот эти вот его черты, его характера, они накладывают некий отпечаток на всю его спортивную деятельность тоже. И вот Пепе начинает свой нырок, и в целом все выглядит достаточно хорошо. Он один из немногих спортсменов, который при нырянии в ластах делает стрелочку на заныривание и держит ее достаточно долго. Работа ластами тоже вполне хорошая, расслабленная, Пепе никуда не торопится. И вот на 45 метрах он складывает ручки вдоль тела для того, чтобы было лучшее расслабление. Немного подгребает ластами, чтобы ускориться немного. И начинает свободное падение. Все выглядит очень хорошо. Пепе уверен в своих силах. Он хочет нырнуть 106 метров и установить национальный рекорд тем самым. Видим лицо Пепе крупным планом и как он продувается. Он ныряет без очков, с открытыми глазами. И он приближается к заявленной глубине. 106 метров. Сделивает руку. Может быть немножко рановато, но это не критично. Берет тег легко, разворачивается. И прекрасно начинает свое всплытие, свое возвращение на поверхность. Глубина 100 метров. Он делает снова стрелочку. Все идет прекрасно. Хорошо работает ластами. Очень неплохая скорость. Все идет супер. 80 метров. Все штатно. Пепе уверен в себе. И, наверное, даже чересчур. Сейчас все увидите. И вот здесь, на глубине 60 метров, наш спортсмен решил попривляться, решил привлечь к себе внимание, показать ему, как это все легко и просто. Для него показал какую-то кракозябру и продолжает дальше всплывать. И вот уже на 40 метрах начинается полный трэш. Пепе теряет сознание. И с Эйфити пришлось тащить его буквально с 40 метров без сознания. 100% к этому привело вот это его кривляние, какое-то позерство. Скорее всего, даже произошел какой-то обжим, да, там, в грудной клетке. Вообще не удивлюсь. И вот его доставили на поверхность. Пока он без сознания. Глубокий балакаут, глубокая потеря сознания. Без сознания провел достаточно много времени. Сейчас ему окажут первую помощь. Он придет в себя. Все с ним будет нормально. Он не умер. Не пугайтесь. Но пренебрежение безопасностью, правилами какими-то, да, привело вот к такому не очень хорошему результату. Поэтому всегда, когда ныряете в глубину, помните о своей безопасности, о том, что вы делаете. Конечно, можно забавляться и весело проводить время на небольшой глубине. Но когда вы ныряете действительно глубоко, то вы должны быть в этом нырке и не отвлекаться на посторонние вещи. Ныряйте с удовольствием и безопасно. Субтитры создавал DimaTorzok